Информатор Информатор сотрудничает со многими волонтерами и приютами для животных. А еще мы покупаем канцелярию, часть денег с которой идет на обустройство приютов. Мы делаем это потому, что любим животных. И вам советую. Мы верим, что у всех бездомных животных должна быть семья. Поэтому каждую неделю мы публикуем информацию о том, какие котики и собачки ищут дом в Днепре. Кроме того, мы ездим в приюты, общаемся с зоозащитниками, освещаем их акции и мероприятия. И стараемся популяризовать гуманное отношение к пушистикам в городе и в стране в целом. К сожалению, не все у нас в городе имеют право называться людьми. И это обращение именно к ним. Если вы считаете, что избежите наказания, надеетесь на бюрократию правоохранительных органов, то вы ошибаетесь. Как минимум, на встречу с нами я вам гарантирую. И она вам не понравится. На сегодняшний день захист тварин – это самі волонтеры, в принципе. Потому что, с одного боку, законодательства уже приняли, даже есть какие-то статьи административного кодекса, головного кодекса. Но проблема в том, что система не работает, очень сложно ее працювать. Своего часу коти врятували меня. И это как моя подяка за то, что они в важкий для меня період были поруч. Фактически, котики – это наркотики. Они как заспокійливые засадки. У нас, за статистикой, с начала года мы уже врятовали больше 300 тваринок. У нас есть как котики, так и пес, которые мы врятуем. И еще допомагаем, например, на очень приятные тваринки, как змеи и другие. Ну, зазвичай, это котики и песики. Ну, это не наша, звісно, основная работа. Проте, мы пытаемся никогда не отмолвать. И если есть техника и особый склад не заняты на гасинной пожеже, то допомагаем, выезжаем, потому что много людей относятся до своих тваринок, так же, как и живых людей. За пів року 2019-го у нас было зафиксовано 192 звернення на лінію 102 з приводу жорстокого поводжения с тваринами. Ну, это, в принципе, достаточно высокая цифра. В сравнении с минулым годом, за минулий год у нас было лишь 119 таких звернень. В принципе, люди небайдужо ставятся до того, как поводятся с тваринами. И, можно сказать, все же таки, что у нас проблема жорстокого поводжения с тваринами в городе есть. С точки зрения психологии, все же таки, человек, который может совершить насильство над твариною, это гарантия того, что завтра она не совершит насильство над человеком. У животных есть защитники. Если ты тронешь животных, то мы тронем тебя.